Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я начинаю работу в прямом эфире. Сегодня у нас три гостя, и мы поговорим об очень важном событии, ежегодном, давнем, и я считаю замечательным курган дружбы. Вот на границе Латвии, Белоруссии, России встречаются такие норгичные, неравнодушные люди, общаются и занимаются спортом, поют песню костра. Вот, я бы сказал, ветераны кургана дружбы Илья Протсень, Анастасия Васильева и Рашид Султанов у нас в студии, и нужно сказать, что уже в этом месяце состоится очередной курган дружбы. Какой по счету, Рашид? 28-й. 28-й. То есть, фактически 28 лет. Это, в принципе, по нынешним временам такое уникальное событие, потому что, может быть, для истории 28 лет не так много, но для человеческой жизни это существенно. Не знаю, может быть, если кто-то может вспомнить об истории этого кургана дружбы, или вообще цель, расскажите, что это такое, Анастасия, может быть. Цель лагеря – это единение людей из трех стран. Лагерь вообще называется Беларусь. По первым буквам, да. По первым буквам, да. Беларусь – это Беларусь, Латвия – это Ла, и Русь – это как Россия. И идея была… Через чёточку – Беларусь. Тире-ла-русь, да. Да, через тире. И где Ла – это вот Лосиницы написано. Да. И, то есть, идея была объединить молодёжь трёх стран в дружественной атмосфере, где народ может встретиться и вот провести время в хорошей, уютной атмосфере, где они могут заниматься и спортом, и творчеством, и какими-то образовательными программами. Где есть и дискотеки по ночам, и песни у костра, когда смолкают последние, значит, ноты. И это действительно уникальное место, где каждый год собирается слышать 400 людей, и вот за 28-летнюю историю лагеря через него прошло больше 15 тысяч человек. И это действительно событие, которое каждый год ждут. И вот, как бы проходит Новый год, а нам уже оргкомитет звонит, ну что, когда выезжаем? Я вот уже собрал свою палатку, собрал свои вещи, я уже готова. Ну, это такой, как бы, чтобы наша радиослушка представляет такой всё-таки походный вариант, то есть, там, уже палатка, то есть, это же всё-таки лагерь на лоне природы, да? Да, это большая поляна. Это не просто в каком-то здании, какой-то конференции, это всё-таки действительно такой вот лагерь, да? Да, это бывшая вертолётная площадка, она такая в лесу. В лесу. В лесу. Это, конечно, на территории Беларуси. Да, нейтральная зона. И въезд со стороны, мы выезжаем из Латвии, выезжаем опять в пограничную зону со стороны Беларуси. Ну, 70 километров. Около озера Асвея. Да. Но вот раньше, до того, как Латвия вступила в Шенген, сам лагерь, он вообще располагался на самой границе, то есть, палаточный городок, где люди жили, находился на латвийской территории, на белорусской территории находилась сцена, куда все ходили смотреть представления, петь, танцевать, а на российской стороне там были спортивные площадки и там место общепита. И таким образом, вот, дополнительное единение было. А сейчас вот, да, мы освещаемся на белорусской территории, в приграничной зоне, на нейтральной полосе. Кто приезжает, я не имею в виду по фамилии, вообще, вот, если так можно обрисовать портрет, вот, участников лагеря, каких возрастов, там, как вообще люди друг друга находят, как узнают, округа не дружба? Ну, с самых разных возрастов. Например, вот, я отношусь уже к лагерю крутых перцев. Мы стоим общим лагерем. Ветераны. Ветераны, да. Это у истоков. У истоков, да. И у нас отдельный лагерь, то есть мы уже россияне, белорусы и латвийцы. У нас палатки в одном месте, мы живем вместе, и у нас и свои выступления от крутых перцев и так далее. А так, латвийская делегация стоит на поляне справа, белорусы сзади, россияне слева. Сцена посередине повернута к лесу, чтобы не мешать ночью спать, потому что дискотека ночью. Спортивное мероприятие посередине поляны. Ну, вот, вот это все. Все это охраняет милиция. Скорая помощь постоянно дежурит. То есть, в принципе, белорусы уделяют этому внимание, да? Электроэнергия. Не настолько, что мы приезжаем, и ничего там нет в лесу. А ведь вот до эфира вы успели сказать, что даже иногда приезжают какие-то известные деятели культуры, вот песниры были. Два раза, да. Да, на десятилетии и двадцатипятилетия лагеря были песниры, да. Не только песниры. Вот у меня все записано. Все заплаты коллеги. Все ходы. Приезжал американский певец, рок-певец Тимс, такой Стронг. Были популярны группы российская Манго-Манго. Да. Ярославская Мамбулька-Бэнд. Еще какая-то вот английская группа. Томи Луткинс. Наша группа Тайзеллс. Да, Тайзеллс. В следующий год приезжают молодой семьей. То есть, вот уже там с мужем, с детьми. Из Ярославли едет семья, которая семь детей. Каждый год они приезжали с новым ребенком. И вот они побили рекорд. А ведь познакомились в самом лагере? Я... Может быть, и такое бывает? Такое есть. Есть. В истории латвийской делегации есть история, когда встретились двое молодых людей и поженились. И потом еще несколько лет именно семьей ездили. То есть... В принципе, получается, что вот... Даже международные пары, а есть, которые приехали у нас, латвийская пара. Да. Ну, вот Александр. Даже несколько таких было пар, когда люди вот встретились. Именно на Кургане. Да. И мы потом гуляли на их свадьбе. Да. А, они вас пригласили? Да. Ну, конечно. Наши друзья. Это говорит о том, что фактически вот латвий – это больше, чем просто лагерь, где вы просто встретились и разъехались. Да. То есть вы как-то все-таки уже подружились, да? Да. Это как семья получается. Причем все равно из какой ты страны, потому что ты свободно можешь перемещаться по всей поляне. То есть вот ты сказал, вот сейчас я хочу пойти в Москву. После Москвы я пойду в Гродно. Пойду в Гродно через Даугавпилс. И ты вот так вот через вот эти все города проходишь, в Гашном городе тебя встречают, ну, в палаточном городке. Ну, символически имеется в виду, палаточном. В палаточном городке тебя встречают всегда с улыбками, всегда приветливо, и тебя за стол поставят, и накормят, и какие-то подарки подарят, и там нет, нет, спасибо, нет. Такие, нет, вот мы вот встречаем гостей, и вот так вот это и происходит, общение между людьми. То есть фактически, если мы говорим, допустим, о России, там не только представлены жители приграничных областей, да, России, это и Москва. Нет, там Лодь до Хабаровска, из Питера, у нас вот есть команда «Белые кораблики» из Рязани. Да, Ярославль, да. Там очень много Ярославль, да. Вообще уникальные ребята, их там человек 10-15 каждый год, они всегда приезжают раньше на день, они все в тельняшках, они все в белых брюках, у них все морские шапки, они все готовятся специально, очень музыкальные ребята все. То есть многие почти год готовятся, вы ждете? Да. Они бывшие КВНщики, у них обычно такие номера, от которых просто все валяются, скажем так. Да, и смешные они. Они привозят даже свой душ. То есть даже вы спектакль там показываете, да? Конечно, на сцене там конкурс с мистерами, там разнообразные конкурсы тоже проходят. Да, то есть и смысл не только показать как бы свою страну и представить ее, но и также сплотить молодежь, и поэтому многие команды, которые выступают на сцене, это вот ребята, они встретились, буквально за два дня готовят какой-то номер и уже с ним выступают, чтобы показать вот это единение. Это, наверное, бывали ситуации, когда приезжали люди, вот новички есть, так можно сказать, в лагере, выяснялось, что они не были никогда ни в Гелоруссии, ни в России, и многие не были в Латвии, наверное, да? Да, да, таких много. Кстати, вот хотел сказать, что из новичков, которые приезжают, да, для меня вот лично уже по практике, да, видно вот как песня Высоцкого подруги, да, значит, в горы парня, возьми, да? Да, возьми. Это вот то же самое примерно, что взять на курган. Человек как бы показывает себя, свое отношение к жизни, либо он полезен для страны, для команды в целом, либо по спорту, либо по музыке, либо просто помогает, либо он болельщик, да, но сразу человековидно. И либо есть люди, конечно, когда... Которые просто наблюдают. Которые считают, что все что-то должны, а есть такие активные... Развлекайте меня. Да, я приехал, я вот тут король, там, но в основном, конечно, люди, которые едут, они активны, они в чем-то участвуют, они либо не участвуют... Да, они ведь не приехали как зрители, они как ресторники, да. Да, они либо вот, либо участвуют сами, либо болеют, либо... Ну, мы лучшие фаны, да. Мы лучшие фаны, да. Это точно у нас, как в хоккее, так и на кургане. Да. Конечно, у нас это латвийская символика, флаги, латыши, карандаши, в волейболе хороши, большие бутылки с камушками, мы это все... Барабаны. Барабаны, мы все... Ну, вообще, по спорту это вообще отдельная тема, это спорт, на самом деле, на слете вот молодежи каждый год занимает такую отдельно большую долю, весомую. Особенно это для меня, как волейболиста, волейбол, потому что волейбол считается как бы таким... Ну, и футбол тоже, конечно, но все-таки волейбол, там приезжают очень сильные команды, особенно белорусские, допустим, вторые составы Минского «Динамо». Они даже профессионалы. Профессиональные волейболисты, да. И каждый год мы тоже собираем своих на добровольной основе, ребят, кто занимается, кто умеет играть. И каждый год, несмотря на то, что мы не собираем профессионалов, мы играем за первое-второе место. И кубок переходит с одного года в наши руки. Ну, по две команды, поэтому шесть мест всего, да. Да, по две команды. Ну, вот особенно две команды, это вот сильные очень команды, три команды. Минская, Гомеля и наша латвийская команда. Раньше, как бы, это было на мне, волейбольная составляющая. Потом пришла к нашему тоже большому любителю волейбола Сергею Вайпану. И последние годы, вот, Евгений Чистяков, тоже очень известный всем волейболист, собирает команды. И мы реально, как бы, претендуем за первое место. Всегда это огромнейшая интрига. Особенно, вот, предпоследний год, когда мы проигрывали 0-2 по сетам, и какой-то неимоверной ценой вытащили третий сет, и в итоге все-таки выиграли этот кубок. Это было просто... Крикование было. То есть, визитный момент присутствия. Это просто невероятно. Там такие эмоции. Потом все просто говорить не могут, мы срываем. В волейболе площадки бегают, там, 200 человек с гитарами, с барабанами. Все кричат, латыши, карандаши, в волейболе хороши. И это заставляет, как бы, людей... Тыкаи Латвия, тыкаи Узвара. Тыкаи Узвара. И не против. Узвара, Узвара. Да, и не только мы. То есть, если мы играем с Белоруссией, то есть, и стоят команда болельщиков в Белоруссии, и там уже появляется азарт перекричать как-то более, как-то интереснее представить и свою страну, и поэтому там еще идут битвы болельщиков параллельно этому всему. То есть, и чтобы максимально поддержать эту атмосферу. И, конечно, футбольная тоже, футбольная составляющая тоже очень такая яркая, потому что каждый год у нас собирает команду Валера Хенкин, он тоже собирает хороших ребят, и тоже очень интересный получается матч. Раньше приезжали, раньше в 90-е годы еще даже ребята северославского шинника, сейчас уже, может, не приезжает, но все, собираются очень хорошие команды. И в позапрошлом году мы запустили, как бы, такую, как женский футбол, что оказалось, что очень интересная вещь. Да. Очень интересная вещь. Как оказалось. Особенно это был матч под дождем. Да. Конкурс мокрых упаковок. Заодно мокрых маяк. И в итоге, вот опять же, пример интернационализма, что у нас не хватало девушек, которые умеют играть в футбол, и за нас с удовольствием сыграли и белорусские, и россиянки, и в итоге наша команда заняла первое место. Да. То есть, ну и понятно, что там не только, как бы, профессиональные игроки едут, то есть, там идет так, что одна команда как бы профессиональная, другая команда – это вот, ну вот просто, вот я приехал, и я хочу поучаствовать. Ну и ради бога. Да, ради бога, иди, участвуй. То есть, ну, и такого, что туда только едут профессионалы, чтобы встретиться на очередной спортивной площадке, такого тоже нет, да. То есть. Если приезжают дети, как их занять? Есть, как бы, такой интернациональный детский садик, где вот, ну, обычно организует Ярославль, потому что в Ярославле едет вот многодетная семидетная семья, где вот самому маленькому было две недели, когда он приехал, и вот они вот там развлекают детей, собирают с России, с Белоруссии, с Латвии вот этих детей, они там тоже могут за эти четыре дня что-нибудь приготовить, какую-нибудь сценку, и потом вот на сцене тоже покажут, выйдут, там песню, с повестью, стихотворение расскажут, то есть. То есть, детям тоже интересно. Конечно, да. У Доросли, я так понимаю, Рашид, хотел узнать, можем ли мы проиграть вот один из фрагментов песни. Да, вы знаете, вот у нас еще такая музыкальная составляющая, мы близкие все к музыке, и мы вот на эмоциях после очередного, как бы, слета… Что-то сочиняете. Что-то сочиняем, да, на темы известной мелодии, но наши слова. Поэтому, конечно, вот там слова и в этих песнях именно о наших всех эмоциях. Эмоциях. Эмоциях, да. Вот мы сейчас как раз попросим звукорежиссера вот в завершении первой части проиграть вот этот фрагментик, потом у нас будет небольшая пауза на новости рекламы, потом мы вернемся вновь и заодно нашим радиослуштям расскажем о том, что нужно делать, чтобы самим поучаствовать в «Грани дружбы». Слушаем и не переключайтесь. Я вернулся, Курган, мы знакомы до слез, до последней травинки, росинки и звезд. Я вернулся, Курган, по тебе я скучал, без тебя я, Курган, целый год умирал. И опять я полян готов все обнять и под небом высоким лежать и мечтать, пропитаться росой, улыбаться хмельной. Я как будто плутал и вернулся домой. Ах, Курган, ах, Курган, я опять не хочу уезжать, здесь в палатках моя заблудилась душа, здесь повсюду друзей и голоса. Ах, Курган, ах, Курган, я опять буду бредить тобой. Я опять оставляю здесь сердце свое, а тебя забираю с собой. Снова шепчет печально подруга со сна, без тебя целый год я скучала одна. Улыбается солнце и гладит лучом, и настырный комар укусил за плечо. От костра засияли любимые глаза, и от счастья скатилась Ростинка слеза, звон гитары сегодня, совсем как шальной. Боже мой, я вернулся домой. Ах, Курган, ах, Курган, я опять не хочу уезжать, здесь в палатках моя заблудилась душа, здесь повсюду друзей и голоса. Ах, Курган, ах, Курган, я опять буду бредить тобой. Я опять оставляю здесь сердце свое, а тебя забираю с собой. Микс Ньюс. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я говорил в первой части о Кургане Дружбы, замечательном мероприятии, которое ежегодно проходит, ну, фактически на белорусской территории, но посуществует на границе, приграничной полосе между Латвией, Россией и Белоруссией. Это очень символично. И в этом году тоже, 25 июля, начнется вот этот вот лагерь Дружбы, я бы сказал. И, может быть, наши сегодняшние гости расскажут для тех, кто вот давно, может быть, думал поехать, но все никак не решался. Или вот впервые услышал и загорелся, решил тоже поучаствовать в этом замечательном мероприятии ежегодном. Вот что ожидается на этом мероприятии, что нужно сделать, чтобы вообще туда поехать? Все-все-все, расскажите. Да, ну вот, как мы говорили, это международный молодежный лагерь, организация которого проходит по ротации. В прошлом году организатором была Латвия, в этом году организатором Беларусь. И каждый год меняется лозунг лагеря, под которым и проходит как бы вся программа. И в этом году тематика лагеря «Раскрой свою суперсилу». И как мы понимаем, что суперсила у каждого своя, есть супермамы, есть суперинженеры, супердоктора, есть суперпевцы, есть суперспортсмены, суперволейболисты из Латвии, да. Есть разные люди, которые вот в чем-то лучше, в чем-то выразительны. И смысл был в этом году привезти как можно больше разноплановых людей. У вас есть возможность приехать и показать свою суперсилу. У вас есть возможность поучаствовать, да. В этом году лагерь проходит с 25 по 28 июля. То есть это 4 дня и 3 ночи. Выезд из Латвии получается в ночь на 24, если вы едете на автобусе. Или если вы едете своим частным транспортом, то уже вам удобное время. Далеко вообще от Риги до этого? 400 километров от Риги это где-то. То есть это надо доехать до границы с Красловой, и потом от Краслова еще где-то, не знаю, около 100 километров до самой поляны. Да, сам лагерь находится в приграничной зоне, поэтому в принципе делается каждому участнику свой допуск в эту приграничную зону. И поэтому вот собирать документы нужно заранее. У нас срок подачи документов белорусы, так как они страна, на территории которой это все находится, они сказали последнее, это 11 число. То есть до 11 числа, дорогие друзья, вы можете объявиться, написав нам в группе на Фейсбуке, нужно в поиск вбить Бе, черточка Ла, черточка Русь, где Ла будет латиницей, потому что, почему лагерь называется Беларусь, как мы говорили, Бе от Беларуси, Ла от Латвии, так как у нас в Латвии все-таки латиница, поэтому Ла на латышском языке Беларусь 2019, можете найти эту группу, подписаться над нее, там же можно и познакомиться с ребятами, которые уже ездят в этот лагерь, там можно найти информацию по прошлым годам, видео, фотографии, вообще просто комментарии людей, которые там уже ездили, и вот уже заметно, что белорусы готовятся, они уже новую песню написали специально для лагеря, так что если есть желание себя показать, на других посмотреть, поучаствовать в спортивных соревнованиях, в творческих, в образовательных программах. Дайте совет, как опытные участники лагеря, что лучше брать с собой, там, не знаю, еду, да, какие-то там, не знаю, сувениры вообще, как готовиться к этому лагерю? Ну, в первую очередь, нужно найти надежную палатку, потому что бывает так, что если пойдет дождь… А, палатка обязательно? Палатка обязательно, да. Ну, или палатка, или на матрасике под открытым небом. Ну, нежелательно. Нежелательно, да. С учетом наших погод, да, нежелательно. Ну, там в Беларуси как-то всегда у нас солнце. Почти, почти. Да, но если льет, то и проходит. Да, но если пойдет дождь, то обычно это дождь такой с душой льет. Конкретно. Да, поэтому палатку нужно найти, надежную палатку. Ну, спальные принадлежности. Спальные принадлежности, да, то есть там надувные матрасы, спальники, да. Мешки такие спальные, да. Нужно давать себе отчет, что там есть электричество, поэтому там можно брать с собой мультиварку, допустим, да, электрические чайники. От комаров что-то. Да, от комаров, да, потому что комары там, это частые гости, да. Митьевая вода привозит бочку такую с водой для мытья, а питьевую лучше брать с собой. Но также там есть возможность купить это все на месте, там есть торговые ряды. А, даже так. Да, где можно и купить и горячую еду, то есть приготовленную, да, там, так и холодную тоже мороженое. Видимо, за белорусские рубли. Да. Или за российские. Или за российские. А, то есть все-таки деньги нужно подготовить, потому что лес от не то есть. Ну, на границе можно поменять. На границе поменять можно, да. На границе можно, да. На границе белорусские деньги, и на поляне все, в принципе, можно купить. Потом, если очень жарко, и после спортивных мероприятий хочется помыться, то приезжает пожарная машина. Она заезжает на поляну. Отдельная тема. Да, это шоу. Это шоу. Да, с таким сгудком, уже издали ее слышно, все орут. Пожарка едет. Включается музыка, дискотека. Все одевают быстро купальники, бегут, и они включают большую струю и поливают всех, и все моются прям с мочалками. Раньше приезжала такая советская пожарная машина. Да. Последний год белорусы закупили, не знаю где, но огромнейшая такая современнейшая пожарная машина. От нее стоял фонтан вверх на 100 метров, наверное. Да, вот так правильно. И что еще очень красиво, обычно всегда в оконцовке так выглядывает такая радуга. Радуга, да. Такой момент очень красивый. Может быть, чтобы такой человеческий вопрос. Почему для вас это важно? Потому, ну, многие могут сказать, ну, сейчас, в принципе, есть все средства коммуникации, несмотря на то, что расстояние, все-таки там, не знаю, визы, границы, тем не менее, есть все современные средства, какие вы хотите. Там, не знаю, социальные сети, скайп, там, мобильный телефон, ну, в общем, интернет, электронная почта, все, что пожелаете. И тем не менее, для вас это важно. Вы готовитесь, потом деятесь воспоминаниями, песни пишете. Почему вообще для вас это важно? Ну, для меня важно живое общение. Это лучше всего. Не заменит никакой социальной сети. Не заменит, вот именно. Потом эти люди, они уже родные, мне просто хочется их опять увидеть, обнять, поболтать с ними. То есть так вы уже сблизились, да? Да, настолько, да. Вы знаете, вот, кстати, из молодых участников, у нас вот тоже один парень, Андрей, тоже музыкант, и его на лет 28, не знаю. Ну, по 30. Ну, годы 3-4 ездят, да. И вот как-то я его встретил на концерте каком-то, и он меня спрашивает, а когда, когда, когда будет в этом году? Я говорю, ну, вот тогда, тогда. И он говорит, я к этому целый год готовлюсь. Я вот жду этого. То есть настолько важно для людей. Да, для меня это самое большое, как бы, дело в году, это вот именно поехать с вами, вместе с нами в одной команде. Ну, вот для себя хотел бы сказать, что помимо, конечно, спорта, еще очень важно все-таки это, музыкальная составляющая. Она очень такая вот... Душевая. Бардовская, не бардовская. В любом, и в нашей делегации, и в латвийской, и в белорусской есть очень музыкальные ребята. После дискотеки это песня у гитары. И бывало, раньше мы там до 6 утра, до 7 утра не давали всем спать своими песнями. Сейчас, может, чуть поменьше. Но все равно, вот музыкальная составляющая... Ну, есть и аккордеонисты. Есть аккордеонисты, да. Вот мужчины, это отдельная песня. Я смотрю, у вас есть люди творческие. И на гитаре, на аккордеоне, да. У нас много творческих. Да, и нужно понимать, что все-таки вот на эти 4 дня мы становимся семьей. То есть, с чего начинается общий лагерь? Приходит открытие, и на открытие идет посвящение... Новичков. Новичков, да. То есть, вот ты приехал первый год, и тебя посвящают. У лагеря есть свой гимн, у лагеря есть свой флаг, а также есть своя икона, на которой находятся три дубовых листа с кургана дружбы, который растет как раз на латвийской границе, да. Вот это и набирается вода в ведро из речки Зейлупы, которая приграничена и течет как раз таки между... Да, это символизм. Да, и вот срываются дубовые листья, и вот с помощью этих дубовых листов посвящается молодежь. Они должны сдать клятву, что они будут чтить традиции, приглашать все время новых людей, только с удовольствием проводить это время, да, то есть не унывать. И таким образом вот идет посвящение в эту семью, и вот после этого, ну уже ты вот не можешь никак уже, уже на следующий год ты опять хочешь ехать. И действительно люди вот... Все, в Новый год наступил звонок, когда? Я вот уже собрался. И вот своих друзей еще нашел. Привозят этих друзей, и эти друзья тоже там остаются, да. И это, наверное, одна из тех причин, почему и собирается это такое количество людей. А вы как-то обсуждаете вообще жизнь в каждой из стран? Вот как-то так есть такое у вас обыкновенное человеческое общение? Ну конечно, да. Неформальное общение, конечно, обсуждаю. И также через круглые столы, допустим, это может обсуждаться. Если такие у вас. Конечно, да. То есть... То есть, в принципе, нельзя сказать, что полдня вы скучаете, и только вечером начинается жизнь. То есть, все время что-то происходит, да? У нас... Или спорт, то есть, жизнь кипит все эти четыре дня, да? Насыщенная программа. Начинается подъем в 8 часов утра, с зарядки, на главной сцене включается музыка, будет весь народ, и до двух часов ночи программа расписана по часам. И она максимально разбавлена, чтобы человек, который приехал в лагерь, чтобы он мог поучаствовать во всех мероприятиях, и в спортивных, и в творческих, и в образовательных, и просто посидеть, пообщаться с людьми. Ну, вообще, в принципе, для многих это романтика все-таки, палатка, да? Открытое небо, да? Да и вообще романтика. Песни у костра, вообще романтика, да? Конечно, вообще романтика, да. Ну, вообще, туда приезжаешь, вот еще полупустая поляна, и вдруг она превращается вот в такое, как романтическое место самое... Наполняется. Наполняется, наполняется, все приезжают, ты со всеми здороваешься. И потом вдруг эта жизнь, три дня длится она, и вдруг опять в этом все разъезжаются, и опять пустая поляна. Это какое-то чудо. Что-то в этом есть, да? Что-то в этом есть, да. Да, и вот хотел бы еще особо заметить, что просьба всем, кто хочет поучаствовать в спорте, это касается и волейбола, и футбола, потому что по две команды от каждой страны, одна команда у нас собрана, обычно бывает всегда, вторая бывает послабее. То есть, людей спортивных, просьба обращаться вот на фейсбук, у кого есть желание участвовать в волейболе и в футболе, пожалуйста, welcome. Будем рады, да. Да, вот мы уже... И в творческих так. Да, и в творческих. Вот что касается творческих, несколько слов скажите, что там происходит. Ну, по поводу музыки вы уже сказали, но и музыка, я так понимаю, вот сейчас вы фрагмент показали, мы в ней прослушали по поводу кургана. Вообще, о чем пишут песни? О чем вы пишете? Ну, вот эта песня, которая прозвучала первая, это песня, как бы тоже наш такой гимн, слова Ирины Рожковой. Это песня о том, что мы там встретились, что нам это дорого, что я вернулся к кургану, мы знакомы до слез, до прожилок. То есть, это песня, как бы, ну, от тех хороших моментов, которые были у нас. Дальше еще будет вторая песня. Это песня, как бы, тоже о кургане, но там уже больше объяснение, почему мы туда ездим до сих пор. Вот. Там такие слова, то есть, что хоть мы уже немножко посидели чуть-чуть, но все равно, как бы, нас вдохновляет и спорт, и музыка, и общение, и победы, и радость победы. Не хочется вас ни в коем случае в политику толкать, но есть такое у вас ощущение, что вы свой вклад, не знаю, в сближение народов, может так громко звучит, носите по сильной, знаете, вот так так, народной дипломатии. Вы встретились, не знаю, граждане Латвии, там, Белоруссии, России, независимо от всей этой геополитики, какие-то санкции, не санкции. Конечно. По-моему, самый важный показатель того, что люди после лагеря, они все равно ищут друг друга в социальных сетях, они продолжают общаться, они приезжают друг к гостям. Если вы приезжаете в какую-то из этих стран, вас обязательно встретят. Ветят, покажут, расскажут. Там просто стоит позвонить, сказать, что я к вам собираюсь. Окей, когда? Скажи, мы все там будем на месте. Что организуем, да. У нас из Ярославля вот приезжал, хорошенький мы его называли. Да. И мы тут собирались 15 человек, и в Лидо с ним ехали, и на его спектакли ходили, и по Старой Лиге экскурсию сделали, ну потому что приехал человек с Кургана. Да. Ну, значит, его надо развить. Да, где-то ярославство. Ну и, что я тоже понимаю, что творческая программа, она не только на песнях зацикливается. То есть, каждый год в лагерь пытаются внести что-то новое. В этом году это будут стендапы. В прошлом году это были мистеры и мисс. То есть, там также и КВН есть, и какие-то боди-арты, где вот люди могут именно в таком изобразительном искусстве себя показать. И марафон, вот я смотрю, у вас по-другому. И участие там свободное было, и никаких таких серьезных нормативов не было. И все равно все получали памятные призы, которые вот они потом привозили с собой на родину, показывали всем. Вот. Я вот выиграл статуэтку, потому что я вот такой молодец. Да, вот 25 июля начало ежегодного лагеря «Курган дружбы». Не пропустите для тех, кто действительно хочет там побывать впервые. А как вот сказали наши участники, если один у нас уже побываешь, уже все тянет и тянет. Лия Плоцинь, Анастасия Васильева, Рашид Султанов у нас были в студии. А сейчас, как мы и обещали, обязательно попросим нашего звуковежиссера поставить еще один фрагментик. Я уже знаю, что голос замечательный, песня замечательная. Слушаем и большое спасибо. Сколько лет можно ездить опять сюда? Вы поглядите, вся голова седа. Но вирус кургана вселился однажды. И 25 мне, и я с вами, друзья. Поляна, снова палата, крои. Поляна, в эти дни я с тобой. Поляна, спорт и награды. Радость победы тебе, тебе. Поляна, спорт и награды. Радость победы тебе, тебе. Белый кораблик Банит меня, зовет. Белый кораблик Что-то тебе Нальет, но сил уже нету. Да и дело к рассвету. А мне уже сорок Но я доползу Поляна Утром всегда в рассе Поляна Кто-то не спит Совсем Поляна Но есть сила воли А вот и палатка Ура Моя Поляна Но есть сила воли А вот и палатка Ура Моя Моя Моя